Механизм проведения региональных подготовительных собраний в Международном союзе электросвязи это давно учрежденная практика и важна она в первую очередь тем, что способствует сплочению позиций региона перед Международными конференциями развития электросвязи. На региональном уровне мы знаем наши проблемы, наше видение процессов и у нас есть возможность собраться вместе, поставить в обсуждение эти региональные инициативы к следующему всемирной встрече, внести свои коррективы, уже исходя из перспектив всех стран региона с тем, чтобы на международные встречи прийти с консолидированной позицией. Это как бы первый тест на региональном уровне инициативы, предложения. Далее мы уже совместно выступаем на Всемирной конференции развития электросвязи со своими идеями. У нас есть возможность корректировать месседж, у нас есть возможность дополнить его и тем интересна сегодняшняя встреча здесь, в Ишкеке. Если коротко об инициативе по обеспечению доступа людей с ограниченными возможностями к инструментам ИКТ, то Молдова является частью этой инициативы. Мы совместно с МСЭ, при поддержке МСЭ, прямой поддержке МСЭ, регионального офиса МСЭ, нам удалось создать такую лабораторию во втором по величине населенном пункте в Молдове, где довольно-таки компактно проживают люди с ограничениями, скажем так, по зрению. Если большинство пользователей интернетом, современных технологий могут себе позволить купить любое техническое решение с рынка, то для людей с ограниченными возможностями, имея в виду ограниченное число их, эти технические решения очень дорогие. И, конечно, они сами, будучи в тяжелом физическом состоянии, еще и финансово на это потратиться они не могут. Поэтому такой вид решения очень благоприятен им, создает возможности для тех, кто будут заинтересованы расти в этом направлении. И, скажем, для кого-то это только первый уровень доступ к информации, а для кого-то это возможность найти, может быть, свою профессию. Вот, создавая в Молдове такой центр, мы смотрели на оба эти варианта. Первый – это доступ, элементарный доступ к информации для невидящих. И второе – возможно, кто-то из них специально заинтересуется этой отраслью и будет расти, будет добиваться большего. Конечно, сеть таких центров по всему региону – это очень хорошая и с гуманитарной точки зрения, и с чисто практической. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова